Вашингтон Кикин и Москва Ведущие мировые державы договорились о пакете санкций, однако неясно, заставят ли они Иран приостановить обогащение урана и начать сотрудничать с МАГАТЭ, пишет New York Times, напоминая, что три предыдущих пакета санкций не достигли своей цели. По данным газеты, Китай и Россия вновь заблокировали самые жесткие меры, так что новые санкции будут эффективными только в сочетании с сильным дополнительным нажимом. Между тем, Бразилия и Турция выступают против санкций и жаждут поиграть бицепсами на мировой арене, говорится в статье. Уже в следующем месяце Совет Безопасности ООН намерен принять санкции в отношении Ирана после удивительной переменной позиции России и Китая в пользу карательных мер, продолжая тему Лондонская Guardian. Проект резолюции согласовали пять постоянных членов Совета Безопасности США, Великобритания, Китай, Россия и Франция. А переговоры с десятью непостоянными членами должны занять от двух до четырех недель, полагает газета. Тяжелее всего будет убедить Бразилию и Турцию, особенно после провала их инициативы, резюмирует газета. В Киеве Медведев вновь высказался против расширения НАТО на восток и предложил Украине присоединиться к коды КБ, отмечает испанская ЛПС. Один только этот факт свидетельствует о коренном изменении украинского курса после смены оранжевой команды. Однако новая дурба пока не привела к полному доверию между странами, полагает газета. Киев не хочет отдавать «Газпрому» на автогаз, а Москва не отказывается от планов строительства газопровода «Южный поток» – прямого конкурента украинской газотранспортной системы. Намерение Кремля наносит серьезный удар по желанию Януковича создать российско-европейско-украинский консорциум для управления украинской ГТС, пишет газета. Юлия Тимошенко, что сделки с Россией в сферах энергетики и безопасности чреваты распадом Украины, подчеркивает «Таймс». По информации Тимошенко, президент Медведев уже поручил разработать план российских инвестиций в Крыму. Теперь этот украинский регион будет развиваться под покровительством России, что только увеличивает риск кризиса. Тимошенко призвала США и ЕС не рассматривать Украину как разменную монету в отношениях с Россией, напомнив о гарантиях территориальной целостности данных Украине международным сообществам, когда Киев отказался от ядерного оружия. В имперской логике российского президента разбиралась русская служба международного радио Франции. В отличие от прежних лет, Медведев может решительно постукивать пальчиками сейчас уже в Киеве, чтобы граждане Украины лучше усвоили кремлевские уроки. Причем Янукович с выражением лица прилежного ученика усердно внимает назиданием коллеги о том, что именно от российских инвестиций зависит благосостояние Украины. Отмечается в материале, в котором кроме эмоциональной составляющей визита приводится и анализ российской политической и экономической экспансии в Украине. Кремль критикует новую стратегию НАТО, констатирует Financial Times Deutschland. Москва считает двусмысленным проект новой стратегической концепции НАТО, который демонстрирует отсутствие в альянсе единого мнения в отношении России, отмечает издание, ссылаясь на интервью Дмитрия Рогозина. Как наставят постоянные представители России в НАТО, Плюсель должен ясно зафиксировать, что Россия больше не рассматривается как противник, а также воздерживаться от любых акций, направленных против национальных интересов России. И в целом, по мнению Рогозина, в существовании НАТО больше нет необходимости, резюмирует газета. О новом нападении на журналистов России пишет сегодня Дарш Пигель. В результате известный томский телерепортер Марк Минин лежит в больнице с тяжелыми ранениями. Издание напоминает, что критически настроенные российские журналисты то и дело становятся жертвами насилия. Так, в начале года в том же Томске милиционер до смерти забил местного журналиста. Согласно же мартирологу Московского фонда «Гласность», с начала правления Владимира Путина с 2000 года в стране убито более 120 журналистов, сообщает издание. Путинская партия «Единая Россия» утверждает, что собственники будут нести полную ответственность за гибель людей на шахтах, передает русская служба «Радио Свобода». Путин выступил со своей инициативой по следам аварии на шахте Распадская на встрече с ее владельцами Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым. Однако депутаты от других партий уверены, что близким класть и собственникам Распадской ничего не угрожает. А вопрос создания парламентской комиссии по расследованию причин аварии, скорее всего, будет отклонен, резюмирует «Радио Свобода». Россия уверена, что заполучит чемпионат мира по футболу 2018 года, утверждает «Гардиан». Эта идея мало интересует простых болельщиков, зато она завоевала поддержку единственного человека, который имеет вес – Владимира Владимировича Путина, делится своими наблюдениями газета. Путин лично дал гарантии, что правительство возьмет на себя колоссальные расходы на проведение чемпионата, исчисляющиеся миллиардами. Конечно, и другие страны выступают с похожими обещаниями, однако преимущество Путина в том, что в отличие от других, и в 2018 году он, скорее всего, будет руководить Россией, замечает издание. Ученые не смогли установить прямую взаимосвязь между мобильными телефонами и раком, информирует американский журнал Nature. Научное издание проанализировало противоречивые результаты крупного международного исследования по этому вопросу с участием 13 стран. Оказалось, что использование мобильников в умеренных количествах даже понижает риск заболевания раком на 20%, однако при чрезмерном использовании риск заболевания, наоборот, увеличивается. Так что в целом вопрос остался без ответа, поэтому некоторые исследователи все же рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов, подытоживает Nature. На этом я с вами прощаю. Смотрите Press Digest и держитесь в мейнстриме мировых семей. До встречи и всего вам доброго. Продолжение следует...